Дорогие друзья, уважаемые зрители, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. Меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведьма. Ну что, давайте посмотрим, какая мысль о вас его вдохновляет, какая смущает и какая сводит его с ума. Готовы? Можете сразу поставить лайк данному видео, пусть у вас всё будет прекрасно и только самым наилучшим образом. Итак, приступим. Какая мысль мужчины о вас его вдохновляет, какая смущает и какая сводит с ума. Думайте о человеке, которого вы загадали. Представьте его образ хорошенечко. Это не три варианта, это один. Это один вариант. Просто направленность мыслей немножечко разная. Ну что, готовы? Приступаем. Итак, мысль о вас, которая мужчину вдохновляет. Итак, мысль о вас даёт ему сил. Есть желание двигаться вперёд, дерзать, идти на баррикады, амбразору, повелевать, завоевывать, покорять монбуланы различного рода, различные верхотуры и прочее. То есть вы его каким-то образом подстёгиваете, даёте энергию, вдохновляете этого мужчину. Итак, тайная подоплёка. Что там на подсознании? А на подсознании он очень хочет встречи с вами, хочет союза, глядиться в вас как в зеркало. Очень вы схожи. Здесь есть влюблённость, здесь есть эмоции, вдохновляющие эмоции. И причём вы для него являетесь ещё и другом, тайной жрицей, женщиной особых знаний. Он вас немножечко побаивается, с другой стороны его невероятно к вам тянет, мистическим, самым таким инфернальным образом. Вот это его всё вдохновляет на подсознанке. Здесь вообще вышли одни кубки. И причём жрица, но это, знаете, как это не страсть, страсть, это тяга неимоверная. Вы можете быть очень желанной, с другой стороны, какой-то закрытой, что вообще может мужчину немножечко, до такой степени вдохновлять, да, вот эта вот тайна и загадка, что он, в принципе, даже где-то склонен находить вас с родственной себе душой. Итак, посмотрим ещё немножечко по действиям, что здесь покажут. И видите, вот опять у нас повторяется восьмёрка жезловая. Вот он очень хочет действия. Вы его действительно вдохновляете на действия, на поступки. Единственное, что есть некоторые проволочки, промедления, вот он вышел Пентаклевым, ему нужно всё хорошенько обдумать, дебет с кредитом свести. Причём он готов развивать отношения, также он может заниматься своими делами, своей работой. Это для него основное. Вы тоже вдохновляете. Может быть, вы вместе работаете, может быть, вы как-то, этого мужчину вдохновляете на подвиги, раскрытие себя, раскрытие его потенциала мужского. То есть, обычная женщина, её энергия мужчина может сподвигать на решительные поступки, на самореализацию, что для настоящего мужчины действительно очень важно. Причём при его медлительности, его заземлённости, такой устаканенный человек должен быть обеспеченным и любить золотого тельца. Причём он всё делает для того, чтобы запасы из окрома пополнялись. Также этот мужчина готов не только работать и развивать какие-то свои профессиональные навыки, как-то лучше, выше, сильнее и прочее. Здесь речь ещё идёт о том, что, в принципе, он может работать над отношениями. То есть здесь очень даже хорошая такая положительная динамика. И он скучает, он страдает, он уходит куда-то, а в свой уголок там может о вас грустить, желая вдохновиться мыслями о вас. Вот так вот. Так, какая мысль о вас его смущает? Ой, а смущает, девочки? Ну, увы, ваша страстность, страстность ваша натура, вы яркая царица, принцесса, нет, королевна, и активная, устремлённая куда-то вперёд к своим также свершениям, к своей самореализации. Самостоятельная очень женщина, вы очень яркая. Для него вы та женщина, которая достойна всяческих похвал, всяческого уважения. Уважение здесь выходит прямо-таки зашкаливая, да? То есть вы можете напоминать ему, его маму, или женщину, которую он уважает. Вы можете быть некой шефиней, некой, неким рупором таким, да? Но причём вот смущает, смущает-то всё-таки ваша сексуальность, незаурядность вашей яркости, неординарность. Вы сама по себе каким-то макаром его смущаете. Ну, давайте посмотрим по таённым уголочке, что здесь нам покажут, что там на подсознании у этого мужчины. А здесь страсть, девочки, шаг вперёд и два назад. Застроково ярко, что он даже где-то в себе сомневается. Здесь выходит влюблённость. Возможно, вы заняты, да? И нужно делать какой-то выбор. Он может ревновать. Либо мужчина не свободен. То есть здесь есть речь о выборе, да, идёт. А также речь касается смущения. Потому что, ну, влюблённость есть. Есть страсть, есть желание, есть влюблённость. И вы посмотрите, как пытается совладать с собой, со своим интеллектом, со своими мыслями, мыслями. Вот пытается в кучку себя собрать и что-то вам как-то каким-то образом изложить. Во всяком случае, очень похоже, что с эмоциями и с чувством влюблённости ему действительно очень сложно. Поэтому он как-то себя постоянно пытается взять в руки, пытается всё-таки рационально мыслить. Страстность натуры как-то пока прячет. Но вы здесь, знаете, вы как-то играете главную роль, главную скрипку, да? Вы, можно сказать, затмеваете этого мужчину своей энергией, пока он как-то вот вас видит на хорошем, таком высоком достаточно пьедестале. Что по действиям? Посмотрим. Ну, хотелось бы сказать, что мужчина будет принимать решение. До того вы его досмущаете, что ему уже будет не до реверансов, не до того, чтобы деликатничать. Возможно, он даже захочет взять быка за рога. Сомнения. Сомнения присутствуют. Мы сейчас посмотрим, что здесь за сомнения. Все равно будет как-то каким-то образом. Хочет он, не хочет. Ему придется с такой женщиной, как вы, чтобы вас не упустить, не близерничать, не жеманничать, а начать действовать прям по мужскому типу. Чтобы соответствовать вам, он должен будет показать свою силу, свою мощь, свой напор. То, что он мужик. Мужчина с большой буквы. Повелевает сидеть на троне. Так, что там у него за сомнения? Ну, знаете, он не может расслабиться окончательно. Как бы он еще не достиг тех целей, когда он может спокойно почивать на лаврах. То есть мужчина это тоже совершенствуется, двигается вперед и разлабляться он не может. Тут есть сомнения, справится ли, потянет ли и прочие свои дела. Ему нужно решать еще, конечно же, самореализация. Так, и вот он в отшельнике. В принципе, мужчина настроен к вам очень деликатно. И здесь каких-то резких поступков ждать от него, в принципе, не приходится. Смотрите, не хочет он ругаться, не хочет он быть в каких-то ограничениях или вас каким-то образом ограничивать. Может быть, он видит, что вы внутренне очень-таки ранимая. Моя девушка, женщина. И здесь выходит сила рода, посмотрите. Он вас рассматривает как женщину, с которой можно жить, поживать, да добра наживать. И, в принципе, здесь в традициях. Выходит традиция Иерафант на первое место. Мужчина серьезный, сосредоточенный как-то. Очень даже вдумчивый, интересный. Ну вот так давайте еще посмотрим, какая мысль сводит его с ума. Готовы? Ух ты! Но здесь влюбленные, дорогие. Вот здесь либо выбор, либо он влюблен настолько, что действительно не потерпит кого-то рядом с вами. Либо он вынужден будет делать выбор, выбирать, если человек не свободен, еще не определился в своих отношениях. Возможно, да, есть вы и есть еще кто-то. Разные ситуации бывают. То есть ему нужно делать выбор. Эта мысль сводит его с ума. Но каким образом сводит с ума-то? Что-то, неужели он прям разобраться не может? Или все-таки вы настолько для него хороши, что он боится вас потерять? Он здесь четко должен понимать, что, в принципе, здесь близок локоток, да не укусишь, как говорится, будет медлить, будет долго принимать решение, упустит вас, упустит счастливый, прекрасный, стабильный союз. Здесь, чтобы получить, нужно обязательно отдать. То есть просто так в одного невозможно. Вы не та женщина, которая будете спускать с рук, будете терпеть, просто все, значит, вытрите об меня ножки, дайте, потому что вы не из тех женщин, вы яркая, вы достойны только лучшего. Давайте на подсознании посмотрим, что же там его с ума сводит. Так. Девочки, ну тут по дьяволу и, в принципе, смотрите, и зависимость есть, и искушение, и скачет, 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 хочет прискочить. Не все у него, правда, получается, но, знаете, он дружить не готов. Он все-таки хочет вас, прям вот эта мысль сводит его с ума, все-таки страсть, страсть, желание обладать вами, и здесь прослеживаются какие-то кармические уроки. Вот. Возможно, вы уже не один раз туда-сюда, или что-то между вами происходит совершенно инфернальное. Мужчину вы, конечно, привлекаете очень жестко, и, ну, тут степень страсти, в принципе, зашкаливает. Давайте его поступки еще посмотрим, что он будет делать. Девочки, ну здесь должно прям все, здесь какой-то выбор очень серьезный. невзирая ни на что, как бы здесь речь идет о кармической развязке. То есть, если он хочет действительно вас и действительно вас добиться, ему придется очень четко расставить все приоритеты, да как на чашу весов буквально взвесить все за и против, ну и действительно принять решение. Просто так, абы как, здесь не получится с вами играть себе дороже. Будет долго тянуть, будет еще и энергия у него уходить. Пытаться обмануть и прочее здесь не получится. Не получится, потому что здесь мужчина по-настоящему влюблен. Будет делать плохо вам, будет сомневаться и прочее. Хотя какое-то время он еще будет так, да, что воля, что неволя. Сам же будет от этого страдать. Здесь период замедления все равно должен быть закончен. И вот опять же выход из позиции жертвы, да, из подвисшей, зависшей ситуации будет какой-то выход. Ну потому что здесь действительно как на чашу весов. То есть, вот эта мысль-то его уже и подтягивает, и страсть к вам, и то, что вы можете от него улизнуть. На ней колода девочки идет. Вот рыцарь кубков. То есть, мужчина в вас влюблен, хочет встречи, и как-то он к вам идет с союзом, с примирением или с предложением, с каким-то настроем. Очень, очень, так скажем, чувственно, романтично, ну и страстно. Но вот так вот на этой ноте давайте сегодня завершим наш просмотр. Я надеюсь, что информация для вас была интересна, полезна. Сейчас маленький такой еще нюанс. Для вас давайте возьмем одну карту. Вытянем. Девочки, у вас здесь идет какой-то хороший момент продвижения от одной ступенечки на другую. То есть, вы какие-то уроки проходите, вы умничка, вы молодец. Вы растете в этих отношениях, вот в этой ситуации. И, кстати, у вас еще элемент обучения есть, присутствует. То есть, вы как-то хорошо прорабатываете свои задачи в этих отношениях. Так что вот так? Что вам? Хвост пистолетом, да? И нос по ветру? Вам пожелать. Ну вот так? Дорогие, я надеюсь, что вы с удовольствием поставили лайки, подписались. Ну, вы сами знаете, что желательно делать для того, чтобы помочь развитию канала. Поблагодарите меня за мой скромный труд. Но те, кто желает, обратиться индивидуально на экстрасенсорный прием по фотографии либо на картах Таро. В каналах есть на знания и сновидения. Пожалуйста, читайте информацию под видео. Ну и до новых встреч. Взаимности вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok